Моё сердце из груди выскакивает. Это адреналин, движение, приключения, опыт, раскрывающий суть этого региона. В приключениях по Малейхе с нами сегодня Навар, наш эксперт по шарже, а также Тикей из местного археологического центра. Мы переносимся сейчас в эпоху неолита, верно? Что это за период и что мы сможем увидеть? Итак, нео означает новый, литос — камень. Мы говорим о наследии новокаменного века, о местах, где найдены наконечники стрел, лезвия, вырезанные из кремня. В этой пещере были найдены предметы бронзового века, а также фрагменты скелетов. Это одно из немногих в долине пещер доступных мест. Можно? Давайте зайдём. Тут люди не жили, верно? Нет, это места скорее временного пребывания, скажем, в период урагана и других ситуаций, когда нужно укрытие. Этот люк наверху давал людям возможность развести здесь полноценный очаг. Дым в пещере не скапливался. Здесь хранили запасы пищи, каменные инструменты и тому подобное. Вы выросли в Шардже. Эти места стали для вас своего рода игровой площадкой. Что в них особенного? Особенность в том, что подобные места буквально у порога дома. В Шардже очень много пространств, которые можно исследовать. Причём это несложно. Не надо быть асом пеших походов. Тикей, а это скала окаменелостей. Точно мы возвращаемся с вами на 70 миллионов лет назад. Индийский океан тогда доходил вот сюда. Тонны древних ракушек были выброшены из воды. Со временем они застряли в здешних образованиях, окаменели. Вот, можете увидеть некоторые из них. Точно, смотрите. Лучше сделать вот так, налить на камни немного воды. Смотрите, ракушки начинают отчётливо проступать. Мы здорово погружаемся в здешнюю природу. Эти места кажутся идеальными для гонок на дюнных багги. Кто за? Тонны древних ракушек